В Казане готовится плов. Им будут подчивать участников марафона. Настроение у всех боевое, погода безветренная и солнечная. В Тройском условии очень хорошие. Коллектив учреждения провел большую работу, чтобы подготовить трассу. Ну а вы почему сегодня-то не бежите? Я сегодня буду поддерживать наших участников, болея по трассе. Летят со старта с завидным ускорением. Одни отправляются покорять дистанцию 30 километров, другие ведут спор на 50-километровке. Впрочем, поддержать бегунов можно и в зоне видимости. В стартовом городке на специальных сидячих монолыжах мелькают российские паралимпийцы. Третий год подряд они принимают участие в сахалинском марафоне. Мастер спорта международного класса Наталья Кочарова 10 километров завершает первой. Участница паралимпийских игр, несмотря на ампутированную ногу, продолжает выступать в мире большого спорта. Хорошо, что не было особенно больших подъемов, но при этом таких спусков, где тоже отдохнуть было, тоже не очень много. Мы с 16-го года отстранены, практически не участвовали в соревнованиях. Ну, не считая прошлого года, когда там под нейтральным флагом нас допускали в Корею. Но это все равно не те ощущения, не те соревнования, когда ты боишься, не то что боишься, когда тебе запрещено произносить слово «Россия». Двукратный чемпион Паралимпиады, семикратный чемпион мира по лыжным гонкам и биатлону вышел на старт со здоровыми спортсменами. Руки Влад лишился, когда однажды помогал родителям в деревне убирать урожай. Замыкаться в себе не стал, нашел применение в спорте. На дистанции 30 километров лекомцев вне конкуренции. Мне все понравилось, конечно, с точки на точку создавать интереснее, через перывал, пейзажи, бежать, это интересно, но разнообразие, так скажем, никогда не мешает. В категории мужчины 2001-1990 годов рождения на аналогичной дистанции золото завоевал мастер спорта России, южно-скалинец Никита Хаян. Играешь, как говорится, как в шахматы, шаг, обдумываешь, стоит, не стоит делать рывок, либо отсидеться сзади, как-то вот так вот. Ну, в общем, интересно было. На трассе длиной 50 километров победил представитель Камчатки Михаил Соснин. Всем победителям и призерам вручили денежные сертификаты. Общий призовой фонд составил 1 миллион 300 тысяч рублей. Игорь Антипов, Максим Махин, телекомпания ОТВ.